Добрый вечер, мы тут перед Шаббасом и мы сделаем такой интересный блог наш будет о том, значит следующее, мы здесь в Ваку решили сделать кошерный рув, да, кошерный рув и для этого мы прошли обошли вот весь забор, забор сохраняется, не сломан по всему периметру, но вот там в том месте мы поняли, что есть какие-то люди, которых мы хотим исключить из рува, не будем объяснять по той причине, поэтому мы здесь сделали искусственную стенку, смотрите, вот так вот машинами, вот эти машины здесь не просто так загораживают дорогу, они, видите, загораживают, они являются стенкой, которая отделяет помещение, как бы является забором сплошным, который отделяет то место, где находится группа толдот от той территории и это решение проблемы с рувом после Шаббата, подробнее запишем почему и покажем еще одно место, где мы заложили, где мы заложили стенку, целую выложили кладкой для того, чтобы там закрыть проход, который был больше 10 амот, но это еще раз после Шаббата, а сейчас всем агутен рев шаббас, до свидания. Вы сейчас видите канаву, которую прорыли в Йом-Ришон через ту дорогу, которую мы перекрывали машинами. Такая глубина этой канавы так и осталась для нас неизвестным, но мы решили обойтись и без этой канавы, но в принципе канава глубиной метр и шириной в 40 сантиметров может считаться забором вокруг территории, это в принципе для того, чтобы люди знали, какой закон. Окей. Сейчас Равденель показывает всю длину этой канавы, проходит ее. Вопрос, является ли забором вот этот красный пластик, который здесь стоит. Видите, нет, видите, он упал. Окей. Теперь вот это пространство нам нужно отделить от этого зеленого треугольника. На объяснении вы посмотрите, когда я буду потом объяснять, что нам нужно было сделать. Вот она вся эта канава, вот эта брусчатка, с которой мы потом сделаем стеночку. Здесь вы видите, что глубина канавы не одинаковая, и поэтому мы не посчитали нужным ей пользоваться. Теперь вы видите вот эту насыпь. И вот сейчас как раз подойдем мы к пространству между корпусом и белым забором, которую, собственно говоря, мы и должны были закрыть. Вот здесь есть это расстояние, которое, вот видите, белый забор. Равденель показывает этот белый забор. И вот это расстояние между корпусом и белым забором. И вот эта стеночка, которую мы выложили. Именно ее мы выложили. Вот видите, вот это лехи, щечка. А вот эта кладочка наша, видите, как аккуратненько мы ее выложили без раствора, без всего. То есть, это расстояние без этой стенки со щечкой и без вот этой двери, оно было не кошерно. Оно было больше, чем 5 метров. А мы ее уменьшили. За счет этого она стала меньше, чем подмена. Она была больше, мы стали делаем меньше. Видите, как мы привязали эту дверь. Это деревце, это тоже часть нашей стеночки. Окей. Вот вы видите, как бы, общий вид. Вот это вот расстояние между двумя зданиями. Мы хотим, чтобы оно было меньше 10 метров, и тем самым мы хотим, чтобы разделить этот треугольник от наших корпусов. После того, как вы увидели общую схему территории, расскажем, что же мы, собственно говоря, проделали, а потом покажем это на видео. Итак, чертежик, такой немножко любительский, я его набросал, но специально наглядно показал разными цветами, что мы хотим сделать. Итак, зеленый треугольник, это та часть площади, общей территории, которую мы хотим исключить из нашего Ирува. Теперь так, у нас было две проблемы. У нас была дорога, вот эта вот дорога, которая ввела сюда, и у нас было расстояние между коричневым забором, там в видео увидите, что он белый, и зданием, которое было больше, это расстояние, оно было больше, вот это вот здесь вынесена фиолетовая заметка, да, это расстояние, оно было больше 5 метров. А наша задача была, чтобы это расстояние стало меньше 5 метров. Зачем? Потому что тогда у нас это считалось входом, как бы в наш отдельный двор, который мы сделали только для нашей группы Толдота, находящейся за вот этим вот пространством, за зеленым треугольником. И тогда товарищи, которые жили в зеленом треугольнике, отделялись от нас как бы отдельным забором, отдельной стенкой. Теперь у нас были две проблемы. Проблема номер один, это вот это расстояние фиолетовое, которое было больше 5 метров, плюс дорога, которая была тоже открыта. Теперь дорогу мы перегородили машинами. Видите, вот эти вот красненькие, это наши машины, которые перегораживают дорогу, являются стенкой. Да, их вы видели в первой части видео. Но как нам нужно было уменьшить расстояние между забором и корпусом? Так вот, мы там, если вы заметили, нашли большое количество кирпичиков. Эти кирпичики, они были брусчаткой, которую выкладывали там дорожки. И там шли работы, и там была канава. В принципе, канава, потом в ем решен, ее прорыли и через дорогу тоже. И канава сама по себе могла бы быть чем? Тоже заборчиком. Она тоже выполняет функцию отделения одного двора от другого. Но тогда у нас ее не было. И более того, мы сомневались, является ли она достаточной глубины. Она должна была быть минимум глубиной метра. И там мы мерили, она была 80 сантиметров. В общем, мы были не уверены, что канава является достаточным разделением между вот этим зеленым треугольником и нашими корпусами. Поэтому мы решили сделать так, чтобы это был вход, уменьшить это расстояние от забора до корпуса. Нашли эти камни, и тут мы стали каменщиками. Я и Раф Даниэль Бержанер, мы вместе выложили эту стенку. Потом вы посмотрите, что мы даже научились делать связку. У нас же не было раствора, поэтому мы выложили эти все кирпичики, вот то, что я показываю здесь, да, выложили их так, чтобы они не упали. А с другой стороны, к кусту мы привязали дверь, которую мы нашли вот у этого корпуса. Она валялась. В этом корпусе тоже шел ремонт. И там рядом с ним валялась дверь. Мы взяли ее, перенесли сюда, поставили, привязали к забору. И сделали ее тоже частью стены. Теперь нам нужно было по закону еще поставить две палочки, которые как бы выражали косяки двери условной. Они называются лехи, щечки. Если вы видите, на этой двери есть деревяшечка, такой брусочек. И здесь тоже такой брусочек. Мы их нашли, понимаете? Мы нашли все. Буквально за два часа, за три часа до шабата, обходя все границы этой территории, мы нашли, что вся территория, весь забор целый. Но более того, мы нашли все необходимое, как будто Всевышний нам специально это положил, понимаете? Кирпичики, которыми мы выложили. Потом дверь, которую мы нашли здесь. Там лежали брусочки, которые мы смогли сделать. Единственное, что Даниэль привез с собой веревку, и мы ей привязали это все, что нам нужно было. И тогда здесь мы уменьшили это расстояние до меньше пяти метров. И это то, что вы видите здесь поменьшено красным. И мы поставили машины, загородили дорогу. И теперь у нас получилось, что у нас есть общий забор. Машины доходят до края. Этот корпус является нашей стенкой. А здесь у нас есть просто вход, как бы меньше, чем 10 ама или 5 метров, что является дозволенным входом в нашу территорию. И не считается прерыванием в заборе, которое делает наш Рухни Кошер. Тем самым мы сделали, что наш двор, где находился Тулдот, стал отдельным двором, загороженным со всех сторон. И тем самым мы сделали, что наша группа могла переносить, не опасаясь на те проблемы нарушения Шаббата, которые были вот в этом треугольнике. Большое спасибо. До свидания.